Здравствуйте, друзья! Сегодня мы попробуем разобрать одну такую интересную тему, которая называется «Феноменология Гуссерля». На эту лекцию было задоначено недостаточно много денег, чтобы её провести, но я провожу её, потому что у меня, первое, хочется провести лекцию. Мне хотелось бы провести лекцию, хотелось бы подготовить лекцию, хотелось бы с вами поработать, во-первых. Ну, во-вторых, Гуссерль довольно интересный персонаж, которого я, в принципе, уважаю, уважаю, и, соответственно, неплохо было бы, неплохо было бы разобрать его философию. Лекция составлена с опорой на книгу Шпикельберга «Феноменологическое движение», всем рекомендую к прочтению. Оттуда я взял непосредственно ряд отрывков, которые мы будем сегодня зачитывать. Как видите, у нас здесь два портрета. Вот один Гуссерль и вот второй Гуссерль. Оба Гуссерлика, в общем. Вот. По носу можете определить, что, да, это, похоже, один и тот же человек, действительно. Два Гуссерля. Кто лучше? Вот. Собственно, поехали. Нас больше всего интересует тема феноменологии. Феноменология не ограничивается философией Эдмунда Гуссерля, конечно же. Будет недостаточно правильным сказать, что вся философия Гуссерля — это феноменология. Это было бы не так, пока Гуссерль не достиг примерно 40-летнего возраста. И его философское мышление не созрело до концепции феноменологии. Тем не менее, остается истинным, что центральной фигурой в развитии феноменологического движения был и до сих пор является, собственно, наш сегодняшний герой. Да. Гуссерль — мыслитель достаточно большой величины. В этой лекции мы не будем указывать на различные непосредственно влияния на Гуссерля, по большей части. Хотя могли бы это и сделать. Мы могли бы привести, например, влияние Джемса на Гуссерля, могли бы привести влияние Дильдильты на Гуссерля, могли бы привести в качестве примера еще, не знаю, влияние Бринтаана на Гуссерля. Основной акцент, который мы будем делать, наверное, в данной работе — это влияние Беркли на Гуссерля. И то, наверное, не очень сильно будем делать на это акцент, потому что наша основная цель сейчас — разобраться, собственно, с философией данного мыслителя. Мы попытаемся оставить в стороне многие важные, содержательные, биографические моменты, некоторые из которых связаны с Третьим Рейхом и Хайдегером, вообще-то, да. Во-вторых, мы забудем о великих учениках Гуссерля, например, о Хайдегере. Хайдегер сегодня упоминаться почти не будет, он нам не нужен, да? Он нам не нужен для вступительной лекции в феноменологию Гуссерля. Мы должны разобраться с основными категориями его философии и, как следствие, с некоторыми основными категориями уже самой феноменологии. Для начала еще отмечу, что есть замечательная серия текстов Гуссерля, ну, то есть это совокупность всех текстов Гуссерля, это Гуссерляна называется она. Такая своеобразная феноменологическая одиссея, в которую Гуссерля погружен. Начнем прежде всего с того, что у Гуссерля нет встроенной четкой системы. Многие авторы вообще, в принципе, считают, что Гуссерля делал целых пять заходов, а может быть даже и больше, пять заходов в философию, так скажем, именно феноменологических. Там пять этапов, пять заходов, в которых он пытался выразить свои мысли. Давайте попробуем немножко обратить на это внимание. Ни на одном из этапов своего развития Гуссерль не дал завершенной философской системы. Даже когда он сделал несколько попыток создать ее в годы, проведенные в Фрайбурге. Конечно, он никогда не стремился свести свою философию к спекулятивному синтезу. Но это не означает, что он отказался от цели достижения систематической философии. В смысле философии терпеливой и прилежно работающей над решением ограниченных, но фундаментальных вопросов. Если работу Гуссерля вообще можно сравнивать с традиционной философской деятельностью, то она могла бы быть названа перевернутой системой. Там, где ее строительство должно идти вверх, Гуссерль копает глубже и глубже, стараясь в то же время заложить еще более прочные основания для устойчивых усмотрений. Автор никогда не забудет аскетического энтузиазма назидания Гуссерля на студенческом приеме в 1924 году. «Никогда не пренебрегайте работой в области оснований». А, собственно, это Гуссерля делал. Феноменология имнится как некое важное фундаментальное основание, с которым нужно работать. Нужно очень много работать, да? Так вот, эта концепция философской задачи объясняет также ту характерную смесь гордости и покорности, с которой Гуссерль определяет свою конечную цель, как быть подлинным начинателем. Кстати, вот это вот высказывание «быть подлинным начинателем» или «философ – это тот, кто всегда начинает с самого начала», эту фразу же тоже пересказывает на самом деле уже Ясперс и многие мыслители 20 века. Они понимают, что для философа важно вернуться к основаниям, к истокам, вернуться к базовым каким-то вещам, базовым представлениям, понятиям. В случае с Гуссерлем, к феноменам, например, да? И начинать свой философский анализ уже исходя из них. Вернуться назад, откатить историю философии, так скажем, да? Убрать все идеации, убрать все идеи, убрать все поверхностные трактовки и наслоения и начать с самого начала. Повторить путь или не повторить, понимаете? Либо пойти по другому пути, вернуться, так скажем, к перекрестку, с которого мы все начинали в истории философии, и проделать уже свой путь. Вот такая вот цель. Но философия Гуссерля не только не является выстроенной системой, в которой в должном порядке рассматриваются все главные вопросы традиционной философии. Его философия сама постоянно находится в процессе построения. Однако это не исключало устойчивость определенных констант, сохраняющихся и после всех изменений. Они состоят из динамичных идей, которые могут также объяснять переходы Гуссерля от одного периода к другому. Сейчас мы вроде бы будем разбирать основные позиции Гуссерля. И у нас будет множество проблем. По той причине, что философию Гуссерля действительно довольно трудно объединить в нечто бесспорно целостное. И в таком случае мы оказываемся в небольшой такой ловушке, потому что понять Гуссерля довольно трудно. Трудно не только потому, что он использовал довольно тяжелые термины, которые для многих покажутся странными, но и потому, что сам Гуссерль не был в достаточной мере последователем на протяжении всей своей жизни. То есть он не придерживался одного потока идей, хотя некая направленность, некая тенденция складывания этих идей у него все же была. Многие могли бы обратить внимание на то, что одни аспекты философии Гуссерля могли бы противоречить другим аспектам философии Гуссерля, но вы сами понимаете, это все работа с настоящей живой мыслью Гуссерля, настоящей полноценной мыслитель, который решил выбрать свой собственный путь, который направился в определенном направлении и с которым мы с вами вынуждены сейчас работать и чьи работы разбирать. Одна из самых простых вещей в идейном таком составе гуссерльской мысли, одна из самых простых, самых очевидных и самых просто осознаваемых вещей – это идея идеала строгой науки. Напоминаю, небольшое философское предисловие. Со времен Фихте, а может быть даже и Канта, ну, скорее Фихте, у философии начинается такой небольшой комплекс по отношению к науке. У нас имеется прекрасная, замечательная наука, которую все любят и хвалят, с одной стороны. Такая строгая, такая проработанная и такая всем нравящаяся, да? А с другой стороны, философия и Фихте, как бы, и как бы Фихте, да? Фихте пытается сделать свое собственное наукоучение. Из этих попыток у нас вырастает еще одна попытка сделать такое своеобразное наукоучение – это наука логики Гегеля. Напоминаю, кстати, что до науки логики Гегеля Гегель написал работу «Феноменология духа», что тоже, опять же, упоминает там слово «феноменология», да? И показывает на некую все-таки небольшую связку традиционную немецкой традиции, вообще немецкой традиции. И феноменология здесь, и стремление к науке, да, тоже. Стремление сделать философию наукой тоже. Вот, причем не просто наукой, а самой фундаментальной наукой, самой важной наукой, самой центральной. Той наукой, которая работает с основаниями. А Гуссель в этой череде таких традиционных для немцев кульбитов по отношению вот к научному знанию, Гуссель занимает здесь тоже свое особенное положение. Несмотря на то, что Гуссель действительно бескомпромиссно отвергает натурализм, который отождествляет нормы с естественными фактами, или выводит первый из вторых, впадая в печально известную натуралистическую ошибку. Но протест против такой узкой концепции статуса науки, определяемой предметами традиционных естественных наук, не влечет за собой отказ от наук о природе. Ну, то есть, да, здесь дело не в отказе. Здесь лишь содержится призыв к дополнению в тех областях, где стандартные методы индуктивных наук недостаточны. Что же тогда означает та строгость, которую Гуссель требует для своей философской науки? Здесь наука выступает как система знаний, связанная причинными отношениями, таким образом, что каждое последующее звено строится на предыдущем. В необходимой последовательности. Такая строгая связь требует окончательной ясности основополагающих устремлений системного порядка, в построении на них дальнейших предложений. Это та строгость, которой философии хочется достичь, чтобы стать по-настоящему научной. Дополнительно добавлю, что у Гусселя есть отличные пассажи на тему критики эмпиризма, как такового эмпирики именно. Он критикует ученых-эмпириков за то, что их метод является в крайней степени недостаточным. Вроде бы они претендуют на величайшие достижения и на величайшие доказательства, вроде бы они претендуют на то, что все там понятно у них, все очевидно, вот факты, а из фактов уже что-то следует. Все оказывается не так просто. Факт сам становится своеобразной теорией в данном случае. И факт непосредственно уже содержит в себе некую идею. И на этой идее основывается. Соответственно, Гуссель упрекает эмпириков в недостаточной чистоте исследования. То есть их факт недостаточно чист для того, чтобы быть истинным. Факт все еще сконструирован, факт все еще придуман. Как бы. Факт все еще является трактовкой. Факт не есть бесспорная очевидность. Мы просто будем сталкиваться в философии Гусселя с таким термином, который он по сути берет у Кортезия. Это очевидность. Это бесспорное основание, на котором мы можем базировать уже наше суждение. Что является бесспорно очевидным? Вопрос. Что является бесспорно очевидным? Ответ. Феноменология феномена, конечно же. Феномены являются бесспорно очевидными. Ну, это как бы такой, знаете, нижний край. Нижний край того, что такое вот феномены. Да. Давайте, кстати, попробуем по-быстрому разобраться, что такое феномены. Вот в такой общей феноменологии. Немного без учета Гусселя. Потом с Гусселем будем прояснять. Феномен это явление. Это то, что нам явлено. То, что нам является. Ну, вы можете сказать через разные органы чувств, но это не важно на самом деле. Органы чувств, не органы чувств. Может, во сне вам что-то снится, это тоже феномены. Вот, например, монетка. Жетон от метро, да? Это феномен. Звук. Феномен. Ощущение. Я трогаю себя. Феномен тоже. Но что конкретно будет феноменом? То, что вот я думаю, что это жетон, это жетон от метро. Я смогу засунуть жетон от метро куда-то и проехать в метро, соответственно. И я еще могу купить этот жетон за 55 рублей, допустим. Вот это феномен? Нет, это не феномен. Это уже идеация. Это уже разные идеи, которые мы прилагаем к данному феномену. Это реальная монетка? Вопрос сразу же возникает. Она по-настоящему существует или не по-настоящему? Это уже не феноменальный вопрос, на самом деле. Хотя Гусарь решал его. С точки зрения феноменологии Гусарь решал данный вопрос. Да. Но сам по себе феномен, чистый феномен, он без претензий на существование. Существование как идея здесь выступает. Существование является идеей. А сам феномен остается феноменом. Не важно, мы видим его во сне, этот феномен, эту монетку. Или мы видим его вот сейчас. Вы видите его с помощью пикселей по-разному. Он передает по монитору вот эту монетку. Или не по монитору, а по телефону. Передает вам вот эту монетку вот-вот-вот-вот-вот-вот. По пикселям. Это же тоже определенная иллюзия. Вы эту монетку на самом деле не видите и вы это тоже отлично понимаете. Перед вами не находится физическая монетка. Хотя вот вроде бы я ее держу перед вами, но она не физическая. Да, тоже. Феномен есть? Феномен есть. А вот непосредственно самой монетки перед вами нет. И вы понимаете, что вот вроде бы она вот передо мной как будто бы есть, да? И как будто бы она перед вами тоже есть. Но вы точно знаете, что перед вами она иллюзорна. Но феномен при этом остается. Во сне он тоже остается. В галлюцинации монетки тоже остается, соответственно. Это тоже феномен. Слуховые, нюхательные, там, не знаю, обаятельные, обонятельные и так далее, так далее, так далее. Так называемые восприятия, это все оказывается феноменами. Более того, гусарь расширит понятие феноменов до того, что некоторые, в общем-то, идеи сами будут тоже носить феноменологический характер. И будут усматриваться феноменально. Но мы это изучим дальше. Мы это изучим дальше. Так вот, в чем же заключается один из главных упреков к эмпирикам? Эмпирики недостаточно чисты. Они видят не просто монетку. Они к этой монетке приписывают различные сущности, которые не являются частью феноменального ее мира. Какие-нибудь там вектора нарисуют сразу же, размерности измеряют, там, вот прочие-прочие-прочие вещи делают, которые на самом деле, ну, феноменологически бессмысленны. И научный факт уже сразу выступает на определенном уровне идейности. То есть, это уже больше, чем феномен получается. В каждом научном факте скрывается намного больше, чем феномен. И вот это больше, чем феномен, каждый научный факт, да, он пропитан различными идеями. Это не просто то, что нам дано. Это то, что нам дано и уже испытало некоторые истолкования, некоторые интерпретации испытало. И, конечно же, и, конечно же, Гуссерля такой подход не устраивает, потому что он стремится к абсолютной очевидности. Да. А для того, чтобы дойти до абсолютной очевидности, нужно, в общем, спуститься очень-очень-очень низко. Очень низко к самим феноменам. Нужно устремиться вглубь, к самим вещам, вернуться к самим вещам, соответственно. Так, у Гуссерля присутствует такая черта, как философский радикализм. Давайте попробуем разобраться, что это такое. Стремление Гуссерля к высшей научной строгости ведет в своем логическом продолжении к другой теме, о которой он открыто заявил только в своих поздних работах, а после Первой мировой войны. Да, то есть после Первой мировой войны. К его философскому радикализму. Гуссерль все более и более приходит к тому, чтобы усматривать отличительную черту философии по сравнению с другими точными науками в ее радикальной природе. Радикализм, однако, в этом контексте не выступает как какой бы то ни было деструктивный фанатизм. Совершенно чуждый исследовательскому образу жизни Гуссерля. Но представляет собой лишь попытку дойти до корней или начал всего знания. Но опять же, мы возвращаемся к корням и началам. То, что было в прошлой гаве, мы пересказываем здесь уже немного по-новому. И это все-таки основной, тоже основной момент. Дойти до начала, до корней, до истоков. До оснований, да. В самом деле Гуссерль хотел бы назвать философию археологией, если бы этот термин не был уже занят. Именно этот дух радикализма привел строго мыслящего математика Гуссерля в философию. И далее отправил его на поиски философии более строгой и более радикальной, чем ту, которую он встречал на своем пути. Тот же дух оказался ответственен за продлевающуюся радикализацию его собственной философии. И препятствовал ее окончательному завершению на любой данной стадии. Но где следует искать эти корни или начало знания? Первый и наиболее очевидный ответ Гуссерля был таким. В самих вещах. И поэтому, собственно, Гуссерль сформулировал очень короткий тезис. Назад к вещам. Вы можете услышать непосредственно в учебниках такой вот призыв. Назад к вещам вернуться. Вот призыв феноменологии. Вернуться назад к феноменам. Назад к самим вещам. Исследовать сами вещи, а не какие-то там идеи, теории. Вот эти вот, да. Теории. Космос. Сила притяжения. Гравитация. Эволюция. Вот все абстракции гигантские, огромные, которые включают в себя столько много всего. И объемлют чуть ли не всю вселенную одновременно, да. Вот Гуссерль призывал наоборот. Вернуться к самим вещам и начинать с самих оснований. Найти предельное основание. И через это предельное основание и предельную очевидность уже что-то трактовать. И быть радикальным в этих, в общем-то, основаниях. Нужно радикально стремиться вернуться к основаниям. Вот. Вот. Это по Гуссерлю очень важно. Переменные величины в развитии философии Гуссерля, ну, на самом деле, на самом деле их достаточно много, но мы обратимся к двум. Но мы не будем их очень подробно разбирать, кстати. Как раз потому, что они уж очень уж переменные. Например, критика психологизма. Порой Гуссерля скатывается к критике психологизма. Ну, как скатывается, ему иногда приходится критиковать психологизм. Но он делает это далеко не всегда. Критика психологизма является одним из элементов философии Гуссерля. Обращать на него пристальное внимание мы в данном случае тоже не будем. Не самая интересная тема. Ну, и, соответственно, просто ее упомянем, да? И концепция чистой логики. С ней мы тоже особо работать не будем. Гуссерль не считал ее каким-то своим оригинальным открытием, во-первых. Ну, и, во-вторых, она нам тоже не особо интересна, потому что для нас куда интересны другие аспекты феноменологии в данном случае. Если хотите изучать Гуссерля, обращайте внимание в том числе на эти аспекты. Концентрируйте внимание на переменных величинах, да, в развитии философии Гуссерля. А мы пока двинемся дальше. Помимо всего прочего, у Гуссерля есть доктрина универсалей, то есть сущностей. Концепция идентичных значений, нумерически различных выражений приводит Гуссерля к проблеме универсалей. Но для Гуссерля значение этой многовековой темы простирается намного дальше. Феноменология, определенная как учение об общей сущности сознания и его различных структурах, предполагает и концепцию универсальных существ. Эту штуку мы сохраним, кстати. Надо будет потом это обсудить. С этой точки зрения Гуссерль обращается к проблеме, обсуждавшейся британским эмпиризмом. И в особенности к возражениям его номиналистическому крылу. Вместе с Беркли, согласно некоторым замечаниям Гуссерля, философом которого он начал изучать первым, и чьи аргументы он всегда воспринимал очень серьезно, хотя и без принятия его выводов. Гуссерль отвергает неудачную локовскую доктрину общих идей. Однако, это не приводит его к принятию номиналистической позиции, заменяющей универсали индивидами с различными общими функциями, возможными в результате особых актов избирательного внимания. В то же время Гуссерль показывает, что существуют особые акты родового переживания или идеации, упущенные из виду старомодным эмпиризмом, но обеспечивающие подлинное схватывание общих сущностей. Безусловно, общие сущности, такие как сущность света, даны только в основании интуитивного схватывания определенных случаев. Тем не менее, акт идеации, пресловутый Wessenshau, ну я не знаю, как по-немецки это считается, да, это первичный тип переживания. Он не может быть сведен к изолирующей абстракции или к актам избирательного внимания, которые могут выделять только индивидуальные объекты и не обладают способностью к универсализации. Исследования Гусселя отвечают далеко не на все возникающие вопросы о природе универсалий. Следует добавить, что позднее, когда Гусселя пришел к мнению, что все логические сущности, как и все прочие объективности, берут свое начало в субъективности, он явно пытался показать процесс конституирования универсалий в субъективном сознании, строящемся на перцептуальном переживании индивидов. Да, вот. Как видим, Гуссель разбирал проблему универсалий в своем немного ключе, в ключе феноменологии, у него это получалось довольно неплохо. Это мы запомним тоже и с этим будем впоследствии иметь дело, если вы будете дальше изучать Гусселя, очень рекомендую тоже обращать на это внимание. Но мы для нашего такого любительского изначального исследования, мы только подходим к Гусселю, нам интересно познакомиться с ним. Мы должны узнать, что же такое феноменология. У нас есть определение феноменологии. Феноменология определенная как? То есть феноменология это учение об общей сущности сознания и его различных структурах. Во-первых, да, вроде бы кажется о феноменах феноменологии, феноменология о феноменах, но феномены-то оказываются общими сущностями сознания. И структурами тоже сознания. В сознании появляются определенные явления. Сами вещи отражаются в сознании, получается. И феноменология оказывается в том числе наукой, осознание, дисциплиной, которая посвящена сознанию. И это очень важно. Это тоже очень важно. Одной из важнейших идей, которую так или иначе сформулировал Гуссель, является интенсиональность сознания. Не то, чтобы он ее точно сформулировал, Гуссель далеко не первый использует данный термин интенсиональность. Его также использовал Брентано, но Гуссель в данном случае для нас является таким своеобразным инноватором данной концепции. Его интенсиональность отличается от интенсиональности Брентано. И поэтому мы, конечно же, должны обратить внимание на это и обсудить. Исследование интенсиональности сознания является не только кульминацией логической антершнерген, логические исследования, но и, как всегда, полагал Гуссель центральным пунктом его феноменологического анализа сознания. Только у Гусселя термин «интенсиональный» приобретает значение направленности сознания на объект, а не имманентности объекта сознанию. Давайте вот здесь остановимся. Очень важная штука. Объект. Сознание. Направленность. Гуссель. Гуссель. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Вот у нас. Направлено. У нас, да? Сознание, оно направлено на объект. Направлено на объект. Направлено на феномен. Вот оно. Вот мы направляемся. С другой стороны. С другой стороны. Имманентность объекта сознанию. Сознание. Объект имманентен сознанию. То есть находится внутри сознания. Понимаете, да? Разницу? Понимаете разницу? Интенциональный у Брентана вроде бы, это подразумевает, что вот у нас вот объект, вот сознание, вот объект, объект внутри сознания находится, как бы вот он в домике, объект в домике, да? Гуссель, предмет, вещь, вещь, феномен, феномен, сознание устремляется к феномену, вот оно, вот оно, интенциональность, направленность, две разные интенциональности, как видите, да? По-разному понимается это понятие, вот с двух сторон оно вот так вот заходит, и у гусселя мы вот так вот, вух, если по-простому, по-детски совсем, это вот этот вот процесс направленности. Также только Гусар называл такие акты направленности интенсиями и говорил об отсылке к интенсиональным объектам, то есть объектам, которые являются мишенями интенсии. Мишень, мишень, вот сознание, поехали. Мишень у нас идет и мы стреляем в нее своим сознанием и ухватываем ее, собственно. Вот такая интересная тема. Соответственно, с тех пор выражение интенсиональной и интенсиональность относятся к реляционному свойству быть интенсией и быть предметом, на которое нацелена интенсия. Гусар более не утверждает, что интенсиональность является необходимой и достаточно отличительной характеристикой всех психических феноменов. Если главной задачей Брентана было корректное разграничение психологии и физических наук, то Гусар в противоположность ему интересовало только исследование класса феноменов, называемых актами, которые определяются наличием этой характеристики. С направленностью вот в таком детском уровне мы все определили. Вот все, все очень просто. Мое сознание направлено на эту вещь, а не вещь находится внутри сознания. Вот. Разница. Разница одного и того же слова, что важно сейчас понимать, она вот такова, она такова, она интересна. Интенсиональность – один из важнейших терминов Гусар, с которым нам, в принципе, придется очень часто работать, если мы будем иметь с ним дело. Феноменологическая интуиция. Для Гусар окончательной проверкой всякого знания и феноменологического усмотрения, в частности, было аншанг. Я не знаю, как это тоже читается. Если наиболее важным видом было, его наиболее важным видом было расхваленное, часто неверно употребляемое и еще чаще высмеиваемое Wesson Shaw. Да, нелегко перевести эти немецкие термины или найти для них хотя бы приблизительные эквиваленты. То есть, вот первое аншанг, вот это вот, это смотрение на, отличается от опыта, так как опыт всегда указывает на нечто реальное и полагаемое реальным, а аншанг может также возникать в воображении или воспоминании. Ну, видимо, во сне тоже оно может возникать. Видите? Видите, что интересно? Вот у нас смотрение на, то есть это получается своеобразная такая вот, знаете, медитация или созерцание. Можно попробовать подойти вот с таких сторон. Это созерцание, смотрение на, ну вот, вот оно. Если под опытом, да, мы понимаем реальный объект, то есть вот опыт, если мы подразумеваем, что это вещь реальная, подразумеваем, что это вещь реальная, что это настоящий скотч, реальный скотч. И наш опыт этого скотча, вот он, он будет обозначаться словом Erfarkrung, вот это вот опыт, то есть вот опыт, да. Но есть нечто большее, чем опыт, то есть у нас опыт, вот, включает в себя вот этот опыт настоящего, реального или нереального, мы не знаем реально, нереально оно, да. Опыт сна, опыт воображения, вот здесь начинается наслоение, такое это все будет обозначаться вот этим вот словом, да. Так вот, оно также отличается от интуиции, особенно от того, что этот термин обозначает на немецком языке. Да, и он там имеет смысл вдохновения идеи или инстинктивного предвидения. Существует такая вещь, как нечувственное интуирование. Гуссель называет его вот таким вот категориал, ансеншанг, категория, 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 да, тут, судя по всему. Ну, факт, вследствие которого необходимо расширить обычные границы использования этого слова, даже такого широкого, как, к примеру, у Канта. Когда это принято, то даже усмотрение общих сущностей могут быть описаны как типы категориального интуирования. Ну, то есть, это слово как бы переводится как интуиция, но вы понимаете, да, что она с интуицией имеет очень мало общего, это слово. То есть, соответственно, тут и сам феномен, сам факт, само смотрение на некое созерцание здесь присутствует, созерцательный момент прежде всего, который отличает его от опыта, но и связывает с опытом в некотором смысле. То есть, понимаете, у нас получаются такие вот круги эллера. Вроде бы ансеншанг, он связан с опытом, включает его даже в себя, включает в себя его, получается, но не только им ограничивается. Но подобное интуирование общих сущностей именно это и подразумевает опасность мистерства вовсе не мистическая. Это второе зрение, да, нелегко прояснить, как тут плохо написано. Оно не требует накопления примеров из опыта и экспериментирования и даже не обязательно должно быть ограничено реальностью. Однако интуирование общих сущностей должно быть основано на последовательном рассмотрении репрезентативных примеров, служащих как бы краеугольными камнями для любой обобщающей идеации. Также необходимо свободно, но методично варьировать такие примеры, чтобы ухватить сущностные отношения между общими сущностями. Метод, который Гуссель считает характерным для феноменологии. Поскольку в конце концов именно в интуировании феноменов, как частных, так и общих, всякое подлинное знание всегда получает окончательную проверку. Вот. Интуирование, да, вот мне снится эта штука. Я ее в некотором смысле все равно интуирую, да, я вижу эту штуку в воображении, я убираю эту штуку, ее нет. Я представляю, что она здесь находится. Тоже интуирование определенное феноменологическое получается. И Гуссель тоже работал с такими вот вещами. Видите, более тонко, чем это делают люди, которые разбираются только в эмпиризме. Эмпиризм в данном случае довольно такой вот каменный, знаете, такой вот, такой вот прям лоб в лоб бьет. Я вижу предмет, предмет есть. А то, что там во сне, ну это как бы зависит, да, зависит от предмета. Я типа беру, я вижу предмет в реальной жизни, а потом засыпаю и вижу его во сне. Это как бы такой, знаете, слепок, отпечаток. Ну или, например, эмпирики нередко тоже говорят, вот я, не знаю, вижу предмет в реальности, а потом я его воображаю. И всякое воображение основано на реальности обязательно. Но, по сути, по большей части очевидно, что это не так. У нас есть возможность и комбинировать уже вроде бы воспринятые какие-то вещи, хотя эмпирики это обычно учитывают. Ну и создавать совершенно новые, которых мы никогда не видели. И вот в этом уже начинается проблема эмпиризма, когда мы с помощью нашего воображения можем создавать такие сущности, с которыми мы никогда не имели дело, и которые при этом не являются комбинациями тех восприятий, которые мы имели. И тогда эмпирик впадает в небольшую трудность, потому что получается, что некоторые вещи у человека берутся не напрямую из опыта. Ну или как минимум мы не можем провести прямую линию вот между опытом, с одной стороны, и вот тем, что человек сотворил. Поскольку мы не можем провести этой прямой линии, сама вообще концепция эмпиризма, которая вот описывает таким образом воображение и сон, становится сомнительной, соответственно. Становится сомнительной, пока прямой линии нет. И в этом наблюдается тоже своеобразная проблема. Кстати, вот такой подход позволил Хайдегеру сформулировать концепцию абсолютно спонтанного воображения, независимого от эмпирического опыта. Кстати, что важно, что важно, вот тоже отметить. Поехали дальше. Самоданность, феноменология и позитивизм. В процессе своего обсуждения натуралистического непонимания феноменологической концепции сущностей, Гуссель формулирует следующий принцип всех принципов. Любое, дающее из самого первоисточника созерцание, есть законченный источник познания. И все, что предполагается нам в интуиции из самого первоисточника, нужно принимать таким, каким оно себя дает. Но и только в тех рамках, в каких оно себя дает. Опять же, заметьте, какая осторожность. Уже само восприятие является, ну вот, 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 вот уже эта штука без каких-либо терминов, без каких-либо слов, без каких-либо описаний. Уже эта штука является достаточным источником познания. Она уже нас устраивает. Уже вот этот скотч нас, в принципе, да, вполне удовлетворяет. И мы, но мы, в принципе, но мы должны ограничиваться теми рамками, в каких оно себя дает. Вы, например, видите скотч с этой стороны, да, например, оно дает себя в таких рамках. Ограничьте себя. Не стремитесь придумать, что там на той стороне скотча. Может, там не скотч вообще, продолжение, да, может, может, то, что скотч вам не показывает, не проявляет, может быть, вот на той стороне совершенно что-то другое. Вы можете сейчас в воображении достроить этот скотч, достроить вот весь вот этот вот круг, да, как он состоит. Вы можете придумать этот скотч как бы заново. Вы можете не видеть, что там на задней стороне скотча, а на задней стороне скотча окажется что-то другое. Я могу покрутить скотч, конечно, и вы увидите больше его сторон. Но они тоже даются вам в определенной ограниченности, ведь мы не видим скотч сам по себе, да, мы видим некоторые его грани, которые постепенно сменяют друг друга. Может, когда скотч от вас отворачивается, там на задней стороне появляется какой-нибудь монстр, да, или, например, он сейчас появился на задней стороне, или, может быть, он где-то вот здесь вот находится вот под низом, да, может, или, может, вот здесь находится он. Мы не знаем, не все так понятно, хотя я вижу, видите, я с камеры, вот я вижу скотч на камеру и вижу его с задней стороны, у меня меньше границ в данном случае, хотя могу ли я доверять камере? Другой тоже вопрос. В общем, ограничиваем, когда исследуем феномены, все это только теми границами, теми рамками, в которых предмет сам себя дает. И это уже один законченный и довольно точный и очевидный источник познания, что тоже нас очень сильно освобождает от некоторых философских проблем, и Гусарль здесь нам немножко, видите, помогает. Феноменология восприятия и самоочевидность. Вот, мы дошли до одного из важнейших терминов вообще в феноменологии, это самоочевидность. Гусарльева теория восприятия как акта, который представляет для нас вещи, воспринятые в их явной аутентичной реальности, и вы, посмотрите, явная аутентичная реальность, то есть феномен сам по себе, есть некая явная аутентичная реальность, особого рода при этом, и она вроде бы не претендует на абсолютную реальность, потому что, ну, Ну, сон тоже имеет свою явную, аутентичную реальность, у него есть феноменологическая очевидность. Сон сам по себе, но тоже очевиден, знаете. Он есть как сон, как минимум, да. Бытие сна, это бытие сна, собственно. Тавтология нереальная, но в ней есть определенный смысл. То есть, бытие сна мы можем рассматривать как нечто само на себе зацикленное. Мы можем не делать этот переход бытие сна, есть там бытие воображения, да. Мы можем не делать этой стрелки. Бытие сна само в себе раскрывается в своих феноменах, например, в своих собственных проявлениях, в своих собственных видениях, которые мы непосредственно фиксируем во сне. Вот что такое бытие сна в данном случае, быть самого по себе. И сон, как феномен в данном случае, не будет претендовать на нечто большее, на некую большую реальность, на некую реальность воображения. Или мы не будем говорить, что сон это, например, перемещение, например, в параллельный мир. А мы можем представить, что мы во сне просто перемещаемся в какой-то там странный параллельный мир, и там так или иначе функционируем, работаем, и у нас что-то из этого выходит. Мы можем представить себе такую картину мира, но это далеко уйдет от феноменологии, что важно, да. А феномен ограничивается сам на себе. И у него есть аутентичная реальность. И в данном случае у сна тоже есть аутентичная реальность. У этого предмета есть несколько реальностей, допустим, да. Одна из них там подразумеваемая, это реальность, а предмет, как сам предмет, он реально на самом деле существует. А есть феноменологическая реальность. То есть у него свой аутентичный, аутентичный, явный мир, в котором мы его воспринимаем. И наше восприятие в данном случае такое вот интересное. Так вот, все вот это вот является не единственным его вкладом в феноменологический анализ этого центрального для жизни сознания феномена. Парадигмой его настойчивого изучения восприятия всегда было исследование трехмерности непрозрачной вещи в пространстве. Трехмерность непрозрачной вещи в пространстве. В изучении этих способов явленности Гуссель уделяет особое внимание тому факту, что если передняя сторона воспринимаемого объекта дана адекватным образом, то его боковые стороны могут быть даны лишь неадекватно, с изменением перспективы. Видите изменение перспективы? Тоже важно. Наконец, у обратной стороны нет даже интуитивного содержания. Она может подразумеваться лишь в обозначении. От этих модусов явленности следует отличать модусы ясности и неопределенности. Модусы явленности тесно связаны друг с другом таким образом, что это позволяет нам предвосхищать способ явленности с других позиций, когда мы передвигаемся вокруг объекта. По той же самой причине они никогда не могут избежать тени сомнения. По крайней мере, в принципе, объекты могут оказываться иллюзорными, подобно тому, как при косновении к зеркалу обнаружат оптическую иллюзию. Тут вот опять же про вращение в трехмерности. Давайте еще и другое возьмем. Например, чашечка. Чашка вот она. Видите, вы ручку, например, сейчас не видите. Ручка нам не явлена. Явлено все, кроме ручки в трехмерности. Хотя это прозрачный объект. Это печально, что объект прозрачный. А вот теперь видна ручка. Причем под таким именно углом. А теперь она видна под другим углом. Теперь она видна по третьим углом. Каждый раз объекты явлены нам немного по-разному. И такие вещи тоже Гуслер разбирает. Предмет является нам в некоторых разных явленностях. Видите, он вообще какой-то вот. Вот он постоянно является нам по-разному. И там еще лимончик над ней лежит. Непонятно, что он там делает. Ну вот. Давайте еще один предмет возьмем. Это мой турбухолер. Тоже у него есть определенная явленность. Вот под таким углом он вот так будет. Под таким вот так. Видите, перспектива даже появляется некоторая. Вот эти вот явления, они по-разному представляются в зависимости от нашего положения. От положения предмета в трехмерном пространстве. Гуслер с этим работает тоже. Существует такой феномен, как соприсутствие, где аспекты присутствующего лишь при присутствуют. То есть они даны вместе с ним в частичном и дополняющем виде, как боковые и задние стороны. В процессе этих анализов Гуслер выделяет три стадии восприятия. Простое схватывание ретенция. Эксплицированное созерцание, экспликативный синтез, из которых рождаются первые категории описания. И схватывание воспринимаемого объекта отношения, включающие его горизонты и его отношения к другим объектам. Все эти стадии подразумевают замысловатую игру между активностью и пассивностью восприятия. И вот мы дошли до одной из важнейших тем, которые вообще нам понадобятся в разборе феноменологии и феноменологии Гуслерля. Прежде всего это феноменологическая редукция. Феноменологическая редукция. Да. Эта тема приводит нас к важнейшему моменту в чистой или трансцендентальной феноменологии Гуслерля. И в то же время в истории феноменологического движения. Очень важная штука. Феноменологическая редукция одно из центральных понятий феноменологии Гуслерля. Оно связано с процессом освобождения сознания от натуралистической установки. Истоки этой практики можно обнаружить в радикальном сомнении Декарта, поскольку Гуссель все-таки его разбирал очень часто, как бы, да. И феноменологическая редукция дословно означает редукцию вещей к феноменам и вынесение за скобки обсуждения их реального статуса. Этот переход от естественной установки к трансцендентально-феноменологической Гуссель называет Коперниканским переворотом. Да. Что это значит? Мы уже несколько раз за всю эту лекцию проводили редукцию, на самом деле. Вот предмет. Уберите из предмета все его функции. Уберите из предмета все его значения. Уберите из предмета всю его физику, химию, все вот эти вот объяснительные модели, силы, которые на него действуют, гравитация, шмавитация, все это уничтожается, все это все выносится за скобки. Все это якобы было для нас внутри предмета. Все эти вот натуралисты, эмпирики, они все засовывали в этот предмет. Им все, 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 все вот эти вот теории, все внутрь в этого предмета, такое гигантское, гигантское наслоение. Они этот предмет укутали всякими терминами, всякими понятиями. Вот они, вот эти все идеации, они ужасные, они гигантские, они вот обволакивают предмет. И мы даже воспринимаем предмет с этими идеациями. Но гусль постепенно просит нас вот раскрыть, раскрыть этот предмет сам по себе, раскрыть его, освободить от всех трактовок, выбросить все лишнее и достать вот этот вот предмет в чистом его восприятии без каких-либо слов, без каких-либо трактовок, без каких-либо дополнительных каких-то вот функциональных обозначений. Освободить этот феномен и увидеть этот феномен сам по себе, таким, какой он есть на самом деле. Это в сущности есть редукция. Вынесение за скобок теории, вынесение за скобок объяснений, вынесение за скобок всяких инструментальных функций. Все, мы достали и вынесли, вынесли за скобки, оставили их пока что в стороне. Для нас, как для феноменологов, исследователей, вот собственно явления, собственно вещи, именно этот аспект очень важен. Невероятно важен. Да, важно еще заметить, что феноменологическая редукция производится наряду с эпохи, воздержанием от предварительных суждений о реальном мире. Данный термин гусль взял у скептиков, сам гусль скептиком не являлся, что важно понять. Но его феноменологические интуиции привели его отчасти к терминам скептицизма, и в этом смысле он, конечно, не прогадал. У скептиков тоже может быть своя феноменология, и гусль здесь тоже молодец, он сделал довольно интересный ход. Что такое феноменологическая редукция в целом? Это совокупность различных редукций. То есть феноменология психологическая, эдетическая и трансцендентальная. Феноменология психологическая и эдетическая редукции позволяют осуществить поворот от восприятия мира в естественной установке к сосредоточению на самих переживаниях сознания, а затем и перейти к рассмотрению переживаний в их индивидуальности, к рассмотрению их сущностей. Далее трансцендентальная редукция открывает чистое сознание. Эмпирические компоненты сознания выносятся за скобки. Существование эмпирического объекта и феномены его психической жизни перестают быть предметом внимания. Обнаруживается, но этика наэматическая структура сознания, но этика наэматической структуры сознания мы разберемся вроде бы чуть-чуть позже. У Гуссерли есть очень важные термины наэма и наэза. И соответственно с ними мы немножко позже разберемся. Давайте остановимся здесь. Все еще остановимся. Очень простая, вроде бы очень простая вещь, но из-за человеческой культуры, которая у нас возникла, из-за культуры науки, из-за культуры эмпиризма, понимается она труднее всего. Нам очень трудно очистить предмет, любой предмет, от содержаний, от всяких содержаний. Вот она чашка. Для чего нужна чашка? Сразу возникает вопрос у человека. Для того, чтобы пить. Чаек. Чаек, чаек, чаек. Там чуть чай осталось даже, да. Чаек. Попили чай, в общем. Попили чай на лекции. Нормально. Для того, чтобы пить, она нужна, конечно же, да. Но разве нельзя чашку надеть на голову? Можно, но я правда этого делать не буду, потому что там еще немножко чая осталось. Я боюсь, что мне лимон на голову упадет. Не самый приятный феноменологический опыт получится, если мне на голову упадет лимон и еще немножко чая по голове у меня протечет. Вот не самая приятная, в общем-то, штука, но можно надеть ее на нос, например. Можно использовать чашку как маску, да. Ну, то есть, понятное дело, что функция чашки как предмета, из которого мы пьем, не абсолютно. То есть, относительно объективного мира, ну, нет, нет. Явно объективный мир не считает, что цель важная, самая главная чашки, это то, чтобы из нее пили. Это мы ее создали для того, чтобы мы из нее пили. Ну, мы можем пить даже из вот этой коробочки, например. Я могу пить из этой коробочки. Я могу пить, вот видите, у меня есть такая штука. Я могу вот этот флакончик тоже заполнять, это вот флакончик от турбухолера. Заполнить его водой и пить как из рюмки. Без проблем могу. Правда, функция вот этой штуки это закрывать турбухолер, а не пить, правильно? Но, следовательно, мы можем освободиться от этого, в общем-то, странного ограничения. Чашка для питья, да? Нет, она для питья только на определенном уровне, когда мы не редуцировали эту самую функцию, на самом деле. Понимаете, в чем дело? Пока мы ее не редуцировали, мы можем думать о том, что это чашка для питья. Но как только мы ее редуцируем, все, чашка уже просто чашка. И даже не чашка, это просто вот тот предмет, который мы воспринимаем таким, какой он есть. Который существует в своем мире феноменов, отдельно от реального мира. Он не претендует на реальное существование. Ему плевать. Он дается нам. Наше сознание на него направлено. Есть определенная интенция. Вот мы сидим и направляем на него наше сознание. И при этом этот предмет существует, но существует в вполне определенном смысле. В смысле он существует как? Существует как феномен. Не существует как предмет в реальности. Не существует как совокупность атомов. Не существует как совокупность молекул. Да, там вот атомы, молекулы. Это уже определенного рода идеации. Это определенного рода идеи, которые вложены в данную чашку. И на самом деле мы не видим этих молекул. Мы не видим ничего, что связано с молекулярным вот этим составом, с атомарным составом. Ничего не видно этого. Этого нет. Но вот в этой чашке, в восприятии этой чашки этого нет. Не присутствует просто. Не дано нам. У нас нет такого условия, соответственно, что вот-вот-вот этот молекул. Я не вижу молекул. В этом смысле чашка дана нам в своей собственной такой вот... в своей собственной форме. У нее своя собственная форма. Эта чашка отлична от многих других чашек. Эта чашка может быть дана нам с разных сторон. Мы можем ее рассматривать, мы можем ее фиксировать. И те восприятия, которые мы получаем от чашки, в сути есть феномены. Только эти восприятия мы уже не объясняем никаким образом, чтобы это были чистые феномены. Чем чище феномен, тем меньше объяснений, соответственно. Тем меньше всяких дополнительных каких-то функций. Тем меньше разных дополнительных каких-то теоретических посылок. Тем меньше сил, которые на нее действует. Чашка дана нам в своей просто вот такой вот чашности. Вот она. Причем это индивидуальная, отдельная взятая чашка. Она не сопряжена с другими предметами того же самого рода. То есть у нас нет тоже здесь родового признака. Мы не подразумеваем другие чашки здесь сразу же, понимаете? Мы воспринимаем чашку саму по себе. Предмет сам по себе. Вот он. И его звучание тоже. Запах, его холод. Вот я трогаю, чашечка холодная тоже. Вот видите, прохладная такая. Вот она здесь, вот она здесь. Я что-то чувствую. Причем я могу даже слово прохладное не употреблять и не трактовать его как. Я просто когда к ней прикасаюсь, у меня есть определенное ощущение. Я его фиксирую как феномен, я слышу как феномен, я вижу его как феномен, эту чашку. И я наблюдаю за этой чашкой, соответственно. И это уже есть определенный статус бытийный, понимаете? В отрыве от всего остального, в отрыве от множества функций, в отрыве от множества сил, в отрыве от атомов, молекул и так далее, так далее, так далее, все равно чашка сохраняет некоторый свой бытийный статус. Она есть как феномен. И в данном случае ее бытие неоспоримо, оказывается. Потому что мы не можем задать вопрос, а как чашка может не быть как феномен? Ну, если мы как бы закроем глаза и отпустим чашку, она теперь нет, ее нет как феномена, да, ее нет как феномена. Мы отвернулись от чашки, ее как феномена просто больше нет. Все. Здесь все довольно просто. Так вот, феноменологический остаток. Эго когито и когитата мэ. Что представляют собой абсолютные размышления когитейшенес в гусерлевском смысле? Они включают в себя все акты, перечисленные кортезием в своем втором величественном размышлении. То есть сомнение, понимание, утверждение, отрицание, валение, отказывание, воображение и чувствование. К ним гусерлев мог бы добавить все интенциональные акты и компоненты этих актов, которые идентифицируются при помощи феноменологической интуиции и дискрипции, начиная с самих интенций. Они могут подвергаться огромному числу различных модификаций, например, по отношению к постулируемым полаганиям, то есть доксам. Постулируемые полагания, смотрите, докса, докса. Слово докса – догма. Догмат. Мнение, еще мнение. Постулируемые полагания докса, да. И параллельным модификациям когитата. И гусерль вносит обширный вклад в их исследование. Следует заметить, что в поздних работах гусерль применяет термин ноэзис, прилагательный наэтический, для обозначения акта, сознания и ноэма, другой термин и прилагательный наэматический, для обозначения объекта этого акта. То есть у нас есть отдельно акт сознания и объект этого акта. Акт – объект, акт – объект, акт – объект. И получается такая ноэтически-ноэматическая связка, получается, у Гуссерля. Вот о чем речь обычно идет, ноэма и ноэза. То есть термины довольно неинтуитивны, к сожалению, их смысл очень часто забывается. Работать с этими терминами не очень просто, если вы не феноменолог, но запомните, есть такой термин, как ноэма, и есть ноэза. Ноэзис – это акт сознания, а наэма – это объект акта сознания. Все. Здесь терминологически все просто. Что представляют собой кагитаты и наэмата в смысле Гуссерля? Самый простой из возможных ответов состоит в том, чтобы описать их как референты или интенциональные объекты наших кагитейшенес, в их способности быть объектами указания. Например, воспринимаемая страница как пребывающая воспринимаемая, воображаемый автор как пребывающий воображаемым и так далее. Вот. Ну, теперь давайте коснемся последней темы – феноменологический идеализм. Гуссерля понимает себя как идеалиста, но не как идеалиста по типу, не знаю, Гегеля, Шеллинга, не как идеалиста по типу Фихте, а скорее идеалиста по типу Канта, да, трансцендентальный идеализм Канта. И здесь же у нас Гуссерль может пониматься в таком же смысле в качестве идеалиста. То есть Гуссерль не рассуждает о «О боже, боги вокруг нас, там бог великий, великий бог, какой классный бог», да? Нет, он не в этом смысле идеалист. Он идеалист, потому что обращает внимание на идеальные структуры сознания. Он работает с внутренним миром, как и Канта, собственно. В этом смысле он называет себя идеалистом, да. Не может быть поставлено под сомнение, что Гуссерль с возрастающей настойчивостью утверждал идеализм, вплоть до объявления его в итоге неотъемлемой частью своей феноменологии. Но Гуссерль всегда пытался резко отделить свой идеализм от традиционного субъективного идеализма Беркли, который делает зависимым от психологического сознания все бытие. В противоположность ему идеализм Гуссерля связывает бытие с трансцендентально редуцированным сознанием, каково бы ни было окончательное значение этого развлечения, остается фактом, что для позднего Гуссерля бытие существует только для сознания, и что бытие в сущности не является ничем без значений, получаемых им в актах этого сознания. Предполагает ли это, по крайней мере, в случае Гуссерля, что феноменология совпадает с феноменализмом, и что в итоге смешивание феноменологии и феноменализма в каталогах американских библиотех обосновано. Определенный ответ на этот вопрос предполагает ясную концепцию многозначного термина феноменализм. Если он означает теорию в духе Канта, где существует различие между явлением и вещью в себе, то совершенно непростительно отождествлять теорию с феноменологией. Ведь именно через явление сама являющаяся вещь дана феноменологу. Ситуация меняется, если мы утверждаем вместе с феноменалистами негативистами, что не существует ничего, кроме феноменов, и менее всего непознаваемые вещи в себе. В этом случае все зависит от того, что мы понимаем под феноменами. Традиционный феноменализм этого типа видит в феноменах нечто похожее на серию картинок на кинопленке. Но одно из основных утверждений Гуссерля как раз и состоит в том, что эта концепция потока сознания ошибочна. Что поток феноменов имеет интенсиональную структуру. И что он как бы простирается вглубь. В том смысле, что непосредственные данные сознания прозрачны. Демонстрируют скрытые за ними идентичные интенсиональные ядра. Текучими явлениями которых они являются. Таким образом, только в том случае, если мы интерпретируем феноменологическую позицию в подобном ключе, считая, что феномены должны включать в себя как явления, так и являющиеся через них феномены, только тогда мы можем утверждать, что Гуссель феноменалист, полагающий, что не существует ничего кроме феноменов. По крайней мере со стороны кагетата. Однако остается еще фундаментальный слой феноменологического эго и его кагетейшн. Кстати, тут еще у Гусселя есть много работ с чистым я. Мы их, к сожалению, пропустили. Уместить все в часовую лекцию практически невозможно. Работа с чистым я очень тоже важный аспект для Гусселя. Он его тоже заимствует у Кортезия. Опять же, я мыслю, следователь, я существую. Это заслуживает комментария в данном случае. Но особо с этим работать мы не будем. Так вот, Гуссель никогда не представлял свой феноменологический идеализм в такой компактной и определенной форме, как Беркли, чьими аргументами он восхищался. По сути, единственное большое исключение для Гусселя составляло феноменалистическое пренебрежение интенциональности у Беркли. Гуссельевые аргументы в пользу идеализма разбиваются на два класса. Дедуктивные, опирающиеся на предположительно самопротиворечивую природу реализма. И непосредственно феноменологические, предоставляемые анализами трансцендентального конституирования. В качестве дедуктивного доказательства Гуссель прежде всего аргументирует необходимость обращения к исходным актам порождения смысла бытия. Или иначе, порождаемого сознанием смысла бытия. Однако он также утверждает, что идея реальности, не связанной с сознанием, и, конечно, с актуальным сознанием, а не только с потенциальным, является самопротиворечивой. Ну и мы практически закончили. Для нас очень важны такие аспекты, как феноменологическое конституирование и сознание времени. Гуссель использует термин конституирование, и он считает, что мы конституируем феномены. Это очень важно, если что, прогуглите. Не менее важной темой, в которой разбирается, собственно, Гуссель, является интерсубъективность и трансцендентальная монодология. Нас, в данном случае, интересует именно интерсубъективность этот аспект. Да. Давайте немножко пропустим. У Гусселя имеет место такой термин, как эмпатия, который он, собственно, взял у Теодора Липса. Эмпатия, эмпатия. Да. Так вот, нам очень важно понимать, почему существуем не только мы одни. Почему есть некая интерсубъективность. То есть, есть субъективность, а есть интерсубъективность. Это когда, в общем-то, субъективность разносится на несколько, на группу персонажей, допустим. Сразу несколькие люди обладают некоторой единой субъективностью. Так вот, мы воспринимаем тело, отличное от нашего собственного, скорее, как находящееся там, нежели как находящееся здесь. Мы воспринимаем его как тело другого эго по уподобляющей аналогии с нашим собственным эго. Аналогия, которая, однако, не представляет собой вывод по аналогии. В этом процессе аналогизирующее эго и аналогизированное другое эго соотносятся в характерной парности. Таким образом, другое эго, хотя и недоступно нам прямо, как его тело, может быть понято через модификацию нашего собственного чистого эго, путем которой мы помещаем себя в тело другого. Эта теория, однако, не отменяет того факта, что другие эго, согласно Гуссулю, получают свое бытие по образцу конституирования лишь в силу трансцендентального эго. Тем не менее, он настаивает, что другие эго, конституированные таким образом, сами являются трансцендентальными, и что эти его, эти эго образуют сообщество Манат. Ну, отсылка на Левница, да. Так вот, это, собственно, есть интерсубъективность, это и оказывается, собственно, интерсубъективностью все. И определенная эмпатия тоже подтверждает интерсубъективность. Здесь речь шла исключительно о эмпатии. То есть, мы можем поставить себя на место другого. Мы видим тело, мы с этим телом можем разговаривать. Мы можем сделать вывод о том, что вот с этим телом, конкретно вот с этим телом, с которым мы сейчас разговариваем, у него есть что-то общее с нашим телом, да, с нашим мышлением, соответственно. Мы в процессе диалога, мышления, прочтения того или иного автора, мы можем обнаружить, что вот у этого человека были какие-то либо интенции, либо мысли, либо высказывания, очень похожие на наши. Или более того, мы можем сделать его высказывания нашими. Мы можем представить, как мы делаем похожие высказывания, например. Мы можем поставить себя в ту ситуацию, мы можем внутри себя сформулировать такой вот набор мыслеобразов и сконструировать в себе такого вот человека, который похож на того, с которым мы разговариваем. Это является таким некоторым фактом того, что другой человек есть и что все-таки мир не является солипсичным. Прошел ровно час. Я думаю, что сейчас имеет смысл сделать выводы. Гуссерль один из величайших мыслителей 20 века. Гуссерль сформулировал много интересных идей. Некоторые он, конечно, позаимствовал у своих коллег-философов других, тоже порой немецких, порой не немецких. Гуссерль довольно интересен. Гуссерль начинал с математики. Гуссерль прошел очень длинный и философский, и научный путь. И с его работами ознакомиться я многим рекомендую, конечно. Но это будет очень трудно. Это будет очень трудно, ввиду того, что и переводы трудные, и тексты сами трудные, и темы, которые он затрагивает, вроде бы фундаментально простые, в том плане, что... Так вроде бы вот он, феномен, он нам дан. Но вот добиться этой самой данности феномена сложнее всего, потому что у нас в сознании присутствует колоссальное количество наслоений, которые необходимо редуцировать. Понимаете, в чем дело? Мы сталкиваемся с большой проблемой. В этом смысле. В этом смысле мы сталкиваемся с гигантской проблемой. Потому что вроде бы вот самое простое и самое очевидное, многим непонятно, и языком объяснять это трудно. Потому что когда мы объясняем этот предмет языком, мы сразу попадаем в ловушку этой самой идеации. То есть мы попадаем в ловушку каких-то дополнительных трактовок, которые надо бы вынести за скобки. Понимаете? Вот все, что я говорю про этот предмет, надо вынести за скобки и оставить только сам предмет сам по себе. Вот. Спасибо, друзья, за то, что слушали меня. Большое спасибо за то, что были со мной сегодня. Гигантское, гигантское, гигантское вам спасибо, друзья. Сейчас я, не знаю, запущу что-нибудь, чтобы, в общем-то, непосредственно... Ладно. Всего вам доброго, друзья. Спасибо. Заказывайте еще, пожалуйста, лекции. Всегда обязательно эти лекции будут сделаны. Как видите, сегодня я сделал лекцию по скидке, потому что гусор интересный персонаж. Всего вам доброго. До свидания. Да.